город единый и сложный организм основное качество города это концентрация огромных масс людей на сравнительно небольшой территории как известно люди в городе не только живут но и двигаются на работу на учебу в гости и так далее поэтому для каждого города жизненно необходимо организовать движение огромных масс людей так чтобы они как можно меньше мешали друг другу люди могут передвигаться по городу различными способами пешком на велосипеде на личном автомобиле на такси на общественном транспорте это очевидная мысль заслуживает тем не менее серьезного рассмотрения поскольку баланс между вышеуказанными способами передвижения серьезно влияет на облик города и образ жизни горожан в этой лекции мы с вами поговорим о том почему в современном российском городе наиболее желательным наиболее комфортным способом передвижения стал личный автомобиль и почему это неправильно безусловно личный автомобиль это действительно самый комфортный способ передвижения и плюсы его очевидны не нужно ждать как случае с такси или автобусом это намного быстрее чем пешком или на велосипеде не нужно делить с другими людьми пространство эти плюсы настолько очевидны что а минусах мало кто задумывается а минусы между тем налицо минусы присутствуют как для отдельно взятого человека так и для города в целом для отдельно взятого человека автомобиль это источник стрессов и проблем со здоровьем автомобиль отучает человека двигаться в результате мы можем наблюдать комические действительно ситуации когда человек для того чтобы пройти один-два квартала или просто даже сходить за хлебом садиться в автомобиль в качестве способа добраться на работу автомобиль фактически продлевает рабочий день то есть вы должны быть ответственны сосредоточены не только восемь часов рабочего дня но еще полчаса перед и после кроме того содержание автомобиля попросту достаточно дорого город в целом также страдает от излишка автомобилей наиболее очевидный ущерб это ущерб для экологии но это далеко не все автомобиль это достаточно агрессивный элемент автомобиль структурирует городское пространство в соответствии со своими потребностями автомобили захватили города достаточно давно и не сразу поэтому мало кто задумывается о том что города могли бы быть и другими между тем вторую половину 20 века проектирование городских территорий велось в значительной мере сообразуясь именно с потребностями автомобиля в первую очередь прокладывался транспортный каркас размечалась сетка улиц сетка проезжих частей пешеходный трафик как более гибкий можно разместить по остаточному принципу пустить его по узким полосам не захваченным автомобилями с одной стороны такой подход понятен это фактически закреплено в нормативной базе параметры автомобильных дорог параметры парковок жестко рекламентированы и серьезно проверяются к пешеходным путям такого набора требований нет поэтому вполне логично вести проектирование именно начиная с более жесткой более серьезной системы беда в том что проектировщики и застройщики часто забывают обеспечить комфортные пешеходные пути пусть даже и на оставшейся территории по остаточному принципу автомобиль может показаться достаточно компактным однако это впечатление обманчиво два десятка автомобилей занимают площадь примерно равную площади небольшого сквера или небольшого живого дома кроме того автомобилю недостаточно одного места парковки ему нужны подъездные пути ему нужны пути движения ему нужна вся сопутствующая инфраструктура автомобилю нужно как минимум два парковочных места одно возле дома одно возле работы подъезды к этим парковочным местам и собственно дороги в результате город с сотнями тысяч автомобилей превращается в бескрайнее море асфальта кроме того автомобиль атомизирует человека отрывает его от городской среды известно что состояние городской среды напрямую зависит от того как далеко простирается зона комфорта каждого горожанина если зона комфорта заканчивается за порогом квартиры то подъезд и двор будут ничьими они всегда будут грязными запущенными и опасными в случае же города для автомобилистов ничьим становится весь город поскольку зона комфорта автомобилиста ограничивается салоном автомобиля действительно в автомобиле всегда сухо тепло уютно а что за окнами город сад или грязная промзона уже не столь важно помимо этого автомобиль особым образом направляет взгляд и движение человека автомобилист не смотрит по сторонам вверх под ноги автомобилист смотрит вперед и двигается вперед автомобилист не разглядывает витрины не улыбается встречным прохожим он следит за дорожной обстановкой поэтому город становится для автомобилистов незаметным город становится никому не нужным водитель не взаимодействовать с городской средой. Сложно себе представить, чтобы водитель, двигающийся в плотном потоке, внезапно, просто так, свернул вбок и зашел в кафе, как это может сделать пешеход. В результате город получает направленные потоки людей-роботов, двигающихся из точки А в точку Б. Представьте себе, что вы пешеход. Вы медленно идете вдоль проезжей части. В нескольких метрах от вас проносятся машины. Окружающая среда уныла и монотонна. Магазинов и кафе нет, поскольку весь платежеспособный спрос проносится мимо на водительских и пассажирских сидениях. Вас в любой момент могут окатить водой из лужи. Тротуар местами прерывается. Если же сухо и жарко, вы вдыхаете пыль и выхлопы. Что делать в такой ситуации пешеходу? Пешеходу в такой ситуации остается только покупать автомобиль и становиться водителем. Что делать в такой ситуации водителю? Водителю можно жить и радоваться, поскольку он здесь главный, город для него. Единственное, водителю нужно не переставать следить за дорожной обстановкой, которая становится все напряженнее и напряженнее, ведь автомобилей становится все больше. Что в такой ситуации делать городу? Городу, очевидно, остается только расширять дороги, потому что их катастрофически не хватает. Дороги переполнены, а число автомобилей продолжает возрастать. Вдоль дорог можно разместить автосервисы, автомобильные заправки, вокруг каждой из них мертвая охранная зона и шиномонтажные мастерские, поскольку на поддержание в хорошем состоянии огромных площадей асфальта у города нет денег. Дороги изрыты выбоинами и неровностями. Так город превращается в подобие промзоны. Главная ошибка такого подхода предположение, что поток автомобилей будет расти медленнее, чем расширяются дороги. Что же делать в такой ситуации городу? Для начала необходимо понять, что угнаться за ростом автомобильного трафика невозможно. Решение проблемы в развитии альтернативных личному автомобилю способов передвижения. Как уже говорилось, существуют и другие способы передвижения, кроме личного автомобиля. Это ходьба пешком, велосипед, такси и общественный транспорт. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, но каждый в той или иной степени способен заменить личный автомобиль в качестве городского транспорта. Ходьба пешком наиболее гибкий и универсальный способ передвижения на небольшие расстояния. Пешеход активно взаимодействует с городской средой. Он может разглядывать окружающую улицу, он может остановиться поболтать со знакомым, покормить голубей, зайти в кафе. То есть самое важное качество пешехода это открытость. Он воспринимает как зону комфорта всю городскую среду. Для него зона комфорта не ограничивается салоном автомобиле. Велосипед это нечто среднее между пешеходом и автомобилем. Велосипедист перемещается быстрее, чем пешеход, на более дальнее расстояние. Однако при этом велосипед компактнее автомобиля, велосипедные потоки более гибкие и велосипедист активнее взаимодействует с городской средой, чем водитель. Такси это отличный транспорт для эпизодического использования. Преимущество такси перед личным автомобилем в постоянном использовании. Если личный автомобиль обычно используется не более часа в сутки, а остальные 23 часа просто стоит, то автомобиль такси используется в течение 8-12 часов в сутки. То есть если автомобиль за сутки перевезет 1-2-3 человек, такси перевезет несколько десятков. Общественный транспорт это наиболее универсальный и желательный с точки зрения города, способ перемещения больших масс людей на большие расстояния. Существует множество видов общественного транспорта. Это и автобусы, и троллейбусы, и рельсовый надземный транспорт, трамвай, и подземный транспорт, метро. Причем чем больше отдельно взятая единица общественного транспорта, тем более он эффективен, тем больше потоки людей он может перевозить. Личный автомобиль это исключительно неэффективный способ перемещения в городской среде. Два-три автомобиля занимают на дороге столько же места, сколько большой городской автобус. Но в трех автомобилях едет 3-5 человек, максимум 15, а в автобусе едет несколько десятков человек. Кроме того, если вы приехали на работу на автомобиле, то 8 часов ваш автомобиль будет просто стоять и занимать драгоценное городское пространство. Автобус же все это время будет работать, поэтому автомобиль за сутки перевезет несколько человек, автобус за сутки перевезет несколько сотен или даже тысяч человек. Решение транспортной проблемы для города именно в развитии альтернативных личному автомобилю способов передвижения. Как уже было сказано, личный автомобиль особым образом структурирует городскую среду, сообщает ей специфические функции и нечеловеческий масштаб. Вследствие расширения автомобильных дорог, разрушение и деградация городской среды. Чем больше город приспособлен для передвижения на автомобиле, чем больше город приспособлен для машин, тем меньше он приспособлен для жизни. Как же сделать город пешеходным? Административно-запретительные меры в данном случае работают плохо, поэтому необходимо сделать так, чтобы люди добровольно сделали выбор в пользу перемещения пешком и на общественном транспорте, отказавшись от перемещения по городу на личном автомобиле. Естественно, для этого необходимо создать условия. Альтернативные личному автомобилю способы перемещения по городу должны быть безопасными, комфортными и эстетически привлекательными. Важное качество городской среды – цельность. Цельность объединяет в себе качество безопасности, комфортности и привлекательности. Пешеходный или велосипедный маршрут, разорванный на отдельные фрагменты, не может считаться ни безопасным, ни комфортным, ни привлекательным. Кроме того, для пешехода и для велосипедиста необходима достаточно насыщенная среда. Насыщенность среды напрямую зависит от скорости перемещения человека. Именно поэтому для пешехода необходима смена картинки каждые 10-20 метров, для водителя каждые 100-200 метров. Важное качество городской среды – это цельность. Цельность объединяет в себе требования безопасности, комфортности и привлекательности. Пешеходный или велосипедный маршрут, разорванный на несвязанные друг с другом фрагменты, не может считаться ни безопасным, ни привлекательным, ни комфортным. Кроме того, городская среда должна быть насыщенной. Для человека необходима постоянная смена картинки. Без этого его перемещение становится утомительным. Для водителя достаточно смены картинки каждые 100-200 метров. Но длинная степная дорога, когда картинка не меняется на протяжении нескольких километров, утомляет даже водителя, возникает риск заснуть за рулем. Для пешехода необходима более частая смена картинки, то есть каждые 10-20 метров. Именно такой ритм создают насыщенные деталями небольшие фасады исторического центра города. Поэтому в центре города так удобно, легко гулять. По центру города можно пройти 10-15 километров и практически этого не заметить. Попробуйте пройти те же самые 10-15 километров вдоль автомагистрали и вы вымотаетесь не только физически, но и морально. Чтобы люди начали ходить пешком, необходимо для этого создать условия. Никто не захочет гулять там, где нет тротуаров, не на что смотреть и негде отдохнуть. Что это значит, мы можем проследить на примере Оренбурга. В центре города узкие улицы, узкая проезжая часть и множество общественных функций. Здесь, что характерно, люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте, поскольку узкая проезжая часть не воспринимается как значительная преграда и пространство улицы остается цельным. Обилие общественных функций сюда привлекает пешеходов еще больше. Проспект Победы – улица с более широкой проезжей частью. Здесь уже не так просто разглядеть знакомого, идущего по противоположной стороне улицы. Активное транспортное движение фактически разделяет пространство улицы пополам. Если же мы возьмем для примера улицу Терешковой, то мы увидим шестиполосную магистраль с разделительной полосой посередине. Огромная ширина улицы не позволяет воспринимать ее как цельное пешеходное пространство. Фактически это два пешеходных пространства, разделенных активной проезжей частью и кое-где объединенных пешеходными переходами. Общественных функций здесь, как мы можем увидеть, намного меньше. То есть такое построение пространства, такая компоновка улицы становится непривлекательной для бизнеса. Конечно, даже комфортный и насыщенный город не может быть полностью пешеходным. В городе для перемещения на значительное расстояние всегда необходим общественный транспорт. Общественный транспорт, как уже говорилось, для перевозки больших масс людей на порядок эффективнее личного автомобиля. Причем, чем крупнее единица общественного транспорта, тем он эффективнее. В российских городах часто в качестве городского транспорта используются малые автобусы и маршрутные такси типа ПАЗ, Газель и подобные. Нужно понимать, что такие автобусы не являются полноценным общественным транспортом. Здесь практически нет стоячих мест, здесь только есть сидячие места и тесный проход. Для постоянной посадки и высадки пассажиров такой формат транспорта не подходит. Вместо таких автобусов на дачных и пригородных маршрутах. Вместо привлечения пассажиров такие автобусы делают езду на общественном транспорте неудобной и непривлекательной. И в конечном итоге это только еще один довод в пользу приобретения личного автомобиля. Городская среда создается прежде всего пешеходом, а для пешехода важно, как выглядит пространство вокруг него. Как уже было сказано, для пешехода зона комфорта – это все пространство, вся улица, вся площадь, а не только салон автомобиля, как для водителя. Пешеход больше видит и активнее взаимодействует с городской средой. За счет этого городская среда становится более безопасной, более комфортной, более привлекательной. Комфортная городская среда привлекает на улицу новых людей, а это активизирует городскую жизнь, это привлекает бизнес, это порождает новое общественное пространство. Комфортная городская среда – вопрос не только и не столько эстетики, сколько жизнеспособности города. Это город, в котором хочется гулять, город, в котором хочется жить. Такой город привлекает и бизнес, и образованных людей. Город для автомобиля – это город, из которого хочется уехать. Отсюда уходят самые решительные, самые динамичные, самые образованные люди, в первую очередь молодежь. В конечном итоге такой город беднеет, хереет и становится еще более непривлекательным. Поэтому комфортная городская среда – это не причуда архитекторов, это не какая-то новая странная мода, это залог жизнеспособности города, залог его экономической состоятельности. Комфортная городская среда в современном мире – это средство борьбы за мозги и деньги. Точно так же, как дизайн товара – это средство борьбы за покупателей.